Купан Здравствуйте, дорогие друзья! Сновидение, которое я обещал рассказать уже очень давно, то есть месяца три назад, но всё как-то руки до него не доходили, времени не было. Зачитаю сновидение, весьма интересное, и дам комментарии. Через неделю было другое, сон, видение. Мне кажется, они связаны по ощущениям. Я оказалась снаружи опять около своего дома, где летела в прошлый раз. Неожиданно я встала в позу Рикшасана и увидела звёздное ночное небо. Среди звёзд выделялась довольно крупная планета. Она по размерам чуть меньше Луны. Мне захотелось оказаться на ней. Я сложила пальцы так, что указательные сложила вместе, направила их на планету. Обратите внимание, знания, которые проявляются спонтанно у нас вновидении, то есть мы изначально знаем, как правильно складывать руки в мудрый, так называемый мудрый, для того, чтобы управлять энергией полёта, энергией перемещения, что очень весьма интересно. То есть у нас в подсознании находится очень много информации, которая так или иначе в какое-то определённое время с усилением нашей внутренней энергетики всплывает. Всплывает, и мы можем очень часто в состоянии сновидения делать весьма непостижимые, необыкновенные вещи. И это сновидение является тому подтверждением. То есть данная женщина в состоянии сновидения, осознанного сновидения, когда увидела какую-то привлекающую её планету, она решила там оказаться. И совершенно спонтанно сложила руки в определённую форму, направила эти руки на звезду, и спустя какое-то время она телепортировалась из одной части своего сновидения в другую часть своего сновидения. Это так называемая ещё и ситха, то есть мистическая способность, которая также у нас есть в состоянии сновидения. Другое дело, что если мы не ведём духовный образ жизни и стараемся как-то развиваться, мы не сможем ею воспользоваться. Но она в любом случае будет у нас всегда в тонком теле. Или же в нашем духовном теле. Ещё раз немножко возвращаемся. Я сложила пальцы так, что указательные сложила вместе, направила их на планету. Тут я вспомнила, что надо выразить намерение. Только я об этом подумала, как оказалось в другом месте. Я увидела себя в местности, где было много песка. То есть здесь описывается процесс телепортации. Состояние сновидения нами руководит наше намерение, наша воля, наша мысль, наше стремление и желание. Понимаете, да? То есть основой всегда является именно намерение. То, о чём мы хотим, то, к чему мы стремимся, там мы и оказываемся. Другое дело, что нужно ещё осознавать и поддерживать в себе очень высокий уровень энергии. Тут я вспомнила, что надо выразить намерение. И только я об этом подумала, как оказалось в другом месте. Я увидела себя в местности, где было много песка. Но там были и зелёные растения, похожие на ёлки, но ниже по росту. Всё было залито солнцем, но жарко не было. Свет солнечный был приглушённым, ласковым. Я, казалось, сидящий на каком-то бревне. За спиной росли невысокие деревья. А рядом со мной оказался мой средний сын. Передо мной была площадка с песком. На неё прибежали два живых существа, похожих на наших поросят или даже кабанят. То есть, два маленькие, две маленькие свинюшки пробежали. Тельца их были в полоску, а кожа розовая, сзади пушистые хвосты. Они стали возиться и играть в этом песке. Им было весело. Мой сын тоже залез ко мне на колени и начал целовать его. Но внутри было опасение, что будет, если эти существа заметят нас. Нету ли здесь опасности. И тут они обернулись, как будто услышали мои мысли и подбежали к нам. Они стали разговаривать с нами, гладить меня и сына по голове и успокаивать. Обратите внимание на характерное несоответствие. С одной стороны, женщина использовала определённую мудрую для того, чтобы посетить в другом мире планету. Благодаря силе своего намерения она переместилась и оказалась на другой планете. Но что она здесь видит? Она видит двух маленьких поросят, которые бегают вокруг неё. «Вчера вернулся я домой, а в доме ты, словно ты с луны сварилась из небесной темноты. Что же я не забрал ключи, не повесил большой замок, и я тебя прогнать хотел бы, только слов найти не мог. Давай уйди, скорей уйди, Фрэнк. Быстро голову в кабину, пока я тебе нос не прищемил». Это указывает на то, что её видение, её ум находится в нечистом состоянии. То есть это были, естественно, не поросята, поскольку состояние мира животных или же форма мира животных, они не обладают качествами высокой интеллектуальной деятельности, тем более не обладают такими способностями, как чтение мысли. А в данном случае эти существа читали мысли. То есть это были существа неземного происхождения, с которыми мы также смогли встретиться в состоянии сновидения, но в силу того, что у нас был нечистый ум, мы увидели их как поросят. То есть мы увидели их сквозь трафарет своего собственного ума. У них могла быть форма совершенно другая. У них могло быть четыре руки, две ноги, у них могло быть три головы, но не облик поросят, поскольку облик поросят — это свойство или образ, который наслоил наш ум на неземных существ. Облик животного царства, мира поросят, скажем так, он не присущ высоким духовным мирам, которые способны общаться на уровне мыслей, на уровне интуиции, на уровне тонких знаний и так далее. То есть форма поросят, форма свиней, она характерна именно миру животных. И ещё интересный момент, почему она туда перенеслась, эта женщина? В силу того, что, скорее всего, именно с этим миром у неё есть кармическая связь. То есть никогда мы не попадаем ни в какой из миров, не обладая какой-то кармической связью. Скорее всего, она либо провела одно из своих воплощений там, либо у неё какие-то остались кармы, которые так или иначе не отработаны и которые связаны с этим миром, либо у неё в следующем воплощении есть предпосылки рождения на этих небесах, то есть в этом мире. То есть если, условно говоря, если она будет вести подобный образ жизни и не будет развиваться, не будет вести духовный образ жизни, а мы можем сами видеть, что её ум находится в нечистом состоянии, поскольку она видит поросят вокруг, даже на небесах. То есть с таким состоянием ума при перерождении, когда наше время исчерпается, и нам будет уже 180 или 120 лет, и мы оставим это тело, дабы переродиться и пойти в другие миры, то в данном случае эта дама переродится в одном из высших миров, но вполне возможно даже в состоянии именно вот такого поросёнка, который будет обладать мистическими способностями, будет читать мысли, перемещаться со скоростью мысли в иные миры, но также так или иначе в силу невежественного образа жизни её тело будет именно телом поросёнка. В некоторой степени это является также ещё предупреждением ангела-хранителя, который показывает, что ты в данное время как бы ведёшь не совсем разумный образ жизни. Нужно, ещё раз подчёркиваю, нужно вести духовный образ жизни, нужно читать больше молитв, нужно стараться больше развиваться, нужно помогать близким, нужно вести по возможности как можно больше, или же совершать по возможности как можно больше благих дел и так далее. Они стали разговаривать с нами, гладить меня и сына по голове и успокаивать. Я была очень удивлена. Сначала я думала, что это животное, потом поняла, что это разумные существа и умеют говорить. У них было очень много любви. Эти разговоры продолжались какое-то время, потом я проснулась. Когда они говорили, то смотрели мне в глаза, как будто только так я могла понять смысл того, что они говорят, животное выражение лица и пятачок пропадали в этот момент. И я видела лица, они преображались как-то. Вообще атмосфера планеты была похожа на моё детство. Первый сон детский, который я помню, это сон, где я играю в песочнице и кругом солнце. Вот ощущения сна и этого сна одинаковы. Но в некоторой степени здесь на самом деле очень много подсказок. В подобных сновидениях очень много подсказок можно считывать и понимать, дабы понимать, в каком состоянии находится сам человек. То есть мы не видим здесь духовных образов. Да, у нас есть мистические способности, но нет духовных образов, нет ангельских существ, нет каких-то чудотворных икон, нет благословений святых. Видны только поросята, которые умеют читать мысли, бегают вокруг нас и так далее. Соответственно, делаем, естественно, выводы, дабы впредь постараться изменить свою жизнь в этом мире, дабы в результате и изменились наши состояния сновидения. Я уже говорил неоднократно, состояние сновидения является отражением, отражением нашего состояния, нашего внутреннего состояния, нашей жизни, нашего образа мышления, нашего поведения, наших поступков и так далее. По состоянию сновидения очень легко можно нарисовать психотип человека. До новых встреч! Дурдом какой-то, да? Два взрослых мужика говорят со стеной, а стена им отвечает. Непорядок. Давай-ка забудем об этом. Дурдом.